Ну что, Алик, прямо история, как у Гашика в приключениях бравого солдата Швейка. Помнишь, убили Фердинанда-то нашего, не переизбрали пока Эрдогана нашего. По иронии судьбы, я с тобой разговариваю из Праги. Вот все теперь скажут, что мы с Альфредом Кохом, который встречаемся опять в очередной понедельник по удаленной связи, это специально для вас подстроили. Ничего подобного. Так случайно получилось. А я тебе раз не говорил, что я буду в Праге, нет? Наверное, собирался. Да, понятно. Наверное, собирался. Гашика, я своим видом тебе напомню. Пражским. Так, ты, наверное, расстроен? Да нет. Нет? Нет. Нисколько. Меня совершенно не вдохновлял товарищ Эрдоган. Мне он не казался носителем европейских ценностей. Он 20 лет поворачивал Турцию совершенно в другую сторону. Ну, не в ту, в которую, так сказать, она шла весь послевоенный период. И даже до этого, начиная с Ататюрка. Ататюрк завещал туркам строить светское государство, вполне себе, так сказать, европейское. И этот эксперимент с мусульманским населением выглядел очень интересно и обнадеживал. Потом пришел Эрдоган и 20 лет, так сказать, поворачивал Турцию в другую сторону. Вот. Если он проиграет выборы, так сказать, будет восстановлен тот самый вектор, о котором мечтал Эрдоган, и который мог бы привезти Турцию и в европейское сообщество. Он же и привел ее в НАТО, кстати сказать. Вот. Я не думаю, что на пути вознаграждения османизма и исламского фундаментализма Турция ждет какое-то светлое будущее. Мне, честно говоря, на этот счет есть большие сомнения. А это... Ну, посмотрим, посмотрим, в конце концов. Что говоришь? Нет, я говорю, посмотрим, не будем торопить события, а вдруг во втором туре через две недели выиграет Эрдоган-то. Маловероятно, потому что если он сейчас не выиграл, когда там был спойлер, который отбирал голоса у этого, фамилию которого выговорить невозможно. Кылыч Дараглу. Кылыч Дараглу, да. Мы теперь должны выучить, как его произносили. Кылыч Дараглу. В то время Эрдогана было трудно запомнить. Ну, я почему-то быстро запомнил. Ты знаешь, я даже помню, как звали монгольского космонавта. Ты знаешь, как звали монгольского космонавта? Нет, не помню. Жукдер Демиддин Гуракча. Ух ты! Все. Нокаутом. Победа нокаутом. Вот так. Поэтому я и это... А ты помнишь Ахмадин и Жада? Конечно. Помню, да? Кстати говоря, был азербайджанцем. Все так. Вот. Поэтому вот так. Поэтому мне, честно говоря, я за Эрдогана особо не переживал. Хотя парень, конечно, лихой. Я помню, как он сбил у Путина самолет. И как Путин обещал перестать покупать помидоры у Турции. А потом, так сказать, смилостивился и начал снова их покупать. Вот. И это, кстати говоря, был первый и самый яркий пример того, что Путин, когда понимает, что сталкивается с человеком, который не даст заднюю и будет давить до конца, он сам склеивается. Это, кстати, точно. Это, кстати, точно. Потому что тогда Путин довольно быстро дал заявление. Да. При этом он делал такие зубодробительные заявления, что мы ждали Третьей мировой войны. Вот. А потом, значит, Эрдоган сказал, сбивал. Я предупреждал. Вы меня не послушайте. Я сбил. Потом все западные страны, члены НАТО выступили и сказали, что они поддерживают Турцию. И еще раз подтверждать верность пятому пункту. Ха-ха. Вот. И все. И дедушка наш сдулся сразу. Побежал, так сказать, Назарбаев. Договорился. Они встретились. Пожали друг другу руки. И на этом все закончилось. Ну, бог его знает. Может быть, и человек с труднозапоминаемой фамилией Калычдар Аглу. Если он, конечно, победит 28 мая во втором туре выборов. Аглуев окажется тоже жестким и решительным руководителем, если у него вдруг начнутся какие-то терки с Путиным, терки разбудки. Ну, судя по его биографии, он парень непростой. Он столько уже натерпелся от Эрдогана, что то, что он продолжает заниматься политикой достаточно успешно, свидетельствует о том, что он парень с такими, так сказать, каменными яйцами. Ну, тут сенсация гораздо большая произошла. Если ты не знаешь, расскажу. Ну как, Пригожин, оказывается, предлагал Украине контакты российских войск в обмен на отвод украинских сил из-под Бахмута. И это якобы следует из тех самых секретных документов Пентагона, которых сливал в соцсети вот этот самый мальчишка, которого зовут Джек Тейшейра. И об этом пишет Вашингтон-Пост. И Вашингтон-Пост не просто написала, Вашингтон-Пост интервью взяла у Владимира Зеленского, у президента Украины. Я читал эту статью. И в лоб прямо его спросила. Что ты думаешь, могло такое быть на самом деле? Мы с тобой в свое время ведь, помнишь, обсуждали, когда Пригожин начал прямо на камеру рассуждать о том, что будет, если он начнет отводить войска из-под Бахмута. Помнишь? Ты сразу сказал, что он явно пытается, значит, заделать удочку. Маячки подает. Маячки такие делает. Но обращаю твое внимание, что я читал об этом разговоре Вашингтон-Пост с Зеленским, в репортаже BBC, которые сказали, что есть неопубликованная часть интервью Зеленского в Вашингтон-Пост, в которой вот этот диалог и произошел по поводу того, что Буданов имел контакты с Пригожиным и так далее. И будто бы Вашингтон-Пост сказал, что это следует из утечек из Пентагона. На что Зеленский им сказал, а эта часть интервью, я еще раз подчеркну, не вошла в опубликованную часть, им сказал, ребят, не врите, этого в утечках Пентагона нету, вы это взяли откуда-то из другого места, расскажите откуда, я это комментировать не буду, подтверждать и опровергать не буду, но мне интересно, вы-то на кого работаете? Вот зачем вы это все рассказываете? Тем более ссылаясь на источник, в котором этого нету. И на этом эта часть интервью закончилась. Да, дело в том, что на самом деле интернет все помнит. Я тут же там в три клика нашел ту самую версию, которая сохранилась. Вот этот самый разговор, я его прочитал и по-английски, и перевод этого разговора есть на сайте Медузы, которая пишет, что сначала... Сначала появилась версия целиком, а потом в уши в том пункте эту версию отредактировала, и вот этот вот фрагмент интервью Зеленского с американским корреспондентом удалили. Но там прямым текстом было сказано, что вы, ребята, что-то не то делаете, на кого работаете. Да-да. Похоже на то, что... Нет, ну я понимаю Зеленского. Во-первых, это очень щекотливая информация, если это правда. Второе. Они ему в глаза врут, что источником являются утечки Пентагона. Хотя Зеленский наверняка точно знает, что утекло, а что нет. И он им говорит, ребята, в утечках Пентагона этого нет, а с чего вы это взяли? Скажите, откуда вы это взяли? А они молчат и начинают вилять. Вот тут у меня как-то нет стопроцентной уверенности в том, что вот до последней буквы, до последней запятой Владимир Александрович... Я именно так понял. Что там утекло из Пентагона, а что не утекло. Потому что у меня такое впечатление, что обе газеты, публикующие материалы, утекшие из Пентагона, благодаря вот этому пареньку странному, Тейшейре, печатают порционно, по капельке выдают, что называется. Но они да, откуда это? Если они берут это из интернета, то все эти источники есть у всех, а не только у Вашингтон-Пост, который его порционно выдаёт. А если у них есть какой-то другой источник этих утечек, то пусть скажет, какой. Потому что, так сказать, здесь тем более интересно, откуда у них эти утечки из Пентагона. Если это не Тейшера, который выкладывал это всё в сеть. Интересно, тем не менее. Согласись, что... Да, у меня больше всего эта история чрезвычайно любопытная и наверняка получит какое-то развитие. Слушай, ну, первое, вот чтобы ты понимал, как я это воспринимаю. Контакты между Украиной и Россией наверняка есть. В рамках переговоров по обмену пленными всегда есть возможность для неформальных контактов. И всю массу этих, так сказать, междометий, полуфраз, намёков, подмигиваний мы даже, так сказать, оценить не можем. Обмен записочками, написанными на бумажке, обменом с исчезающими сообщениями в самолет, в телефоне и прочее, прочее, прочее. И поэтому отрицать это глупо. Во-вторых, наверняка есть радиообмен между воюющими сторонами в рамках, так сказать, непосредственно фронта. Это тоже, так сказать, не бог весть какая история. Они выходят на частоты друг друга и там материаты, в этом часто выкладываются всякие, так сказать, ролики в интернет, где они там, выйдя на частоту друг друга, так сказать, там, подкалывают друг друга, мягко выражаясь. Поэтому ничего удивительного в том, что там ЧВК Вагнер или Пригожин имеют какие-то контакты с Будановым или с противной стороной ВСУ и прочее, прочее. Наверняка там, давайте перестанем, давайте мёртвых заберём, то-то-сё, так сказать. Такого рода контакты были даже, так сказать, между немцами и русскими во время, так сказать, Великой Отечественной войны. И тоже там находились... Ты вспомни, мы сегодня с тобой по-любому будем разговаривать о Первой Чеченской, про 95-й год. Так вот во время Чеченской войны сколько об этом рассказывали? Постоянно диалог шёл, конечно. Постоянно шёл диалог и даже некоторые полевые чеченские командиры, вот эти вот борцы за независимую Ичкерию, включая, возможно, уже воевавшего тогда молодого Рамзана Кадырова, знали позывные российских командиров, с ними периодически болтали, иногда даже вполне дружелюбны. Об этом тогда столько ходили в истории. В самом факте контактов особой новизны нет. Наверняка эти контакты есть, и удивляться нужно было бы не их наличие, а их отсутствие. А что касается... Но вопрос в другом. Во-первых, зачем Вашингтон-Пост спрашивает об этом Зеленского? Чтобы что? Чтобы получил подтверждение официальное из первых уст. И, во-вторых, почему она ссылается на источник, который, так сказать, неизвестен никому? Ну, вот смотри, я просто прочитаю... Они хотят выдать свой источник? Или что? Или они хотят компрометировать Пригожина? Или они хотят скомпрометировать Будьанова? Что они хотят сделать? Непонятно. Я тоже не понимаю. Официальный представитель США пишет Вашингтон-Пост предупредил, что в Вашингтоне существуют сомнения относительно намерений Пригожина. Украинские и американские официальные лица при этом говорили с изданием на условиях анонимности. Один из украинских чиновников сказал Вашингтон-Пост, что Пригожин якобы неоднократно делал предложение относительно Бахмута, но Киев его всякий раз отклонял, потому что чиновники не доверяют Пригожину и считают его предложения неискренними. Так а в чем предложение состоялось? Дайте мне Бахмут, а я вам что? Сейчас, секунду, цитирую. Если украинское командование выведет своих солдат из района вокруг Бахмута, то он передаст Киеву информацию о позициях российских войск, которые Украина сможет использовать для нанесения по ним ударов. Пригожин передал эти предложения, утверждает Вашингтон-Пост, со ссылкой на документы разведки США, просочившиеся на платформу Дискорд, своим контактом в управлении военной разведки Украины, с которыми он поддерживал секретную связь В годе войны. Как ты думаешь, имея всю информацию с американской спутниковой группировки, прослушивая весь эфир русский, имея огромное количество добровольных помощников по ту сторону фронта и так далее, как ты думаешь, Украина не знает расположение российских войск? Судя по тому, как они точно периодически наносят удар Зачем им информация о Пригожин? или вот этих самых хаймерсов знают очень хорошо. А как ты думаешь, Пригожин понимает это? А вот это я не уверен, может и не понимает. Сто процентов понимает. Сто процентов понимает? Хотя бы на собственной шкуре, он прекрасно понимает, как они обстреливают, это достаточно точечно. Поэтому я не верю в наличие такого диалога. Если бы он и предлагал им сдать Бахмут, то он им предложил бы взамен что-то другое, а не то, что они и так знают. Он не настолько наивен. Не похож он на наивного. Вот на рискового игрока такого, игротского игрока он похож. Смотри, что он сейчас по сути дела начинает подзуживать солдаты и офицеров на бунт против их военного начальства. Ну, может быть, я не знаю. Я, честно говоря, не понимаю, какой цели преследует Пригожин. Мне кажется, что объективно он находится в ситуации сейчас генерала Власова. Когда его фактически сдали, и типа выиграешь, молодец, не выиграешь, значит, проиграешь. И он там в этом бахмуте, так сказать, со всех сторон с севера и юга окружаемый. И, судя по тому, что он рассказывает, лишенный боеприпасов, находится в ситуации, в которой оказался, так сказать, генерал Власов в 1942 году. То есть, либо ты погибнешь, либо сдавайся, переходи на сторону Украины. Вот поэтому такого рода контакты с такого рода предложениями, они, так сказать, висят в воздухе. Давай-ка лучше поговорим все-таки о том, что на фронте происходит. Вот как тебе история с сразу четырьмя сбитыми самолетами и вертолетами? Два вертолета? Вроде там уже даже пять появилось. Уже даже пять? Уже три вертолета и два самолета. Три вертолета? Да. Это случайность? Не думаю. А что это? Получайность? Не думаю. Совпадение? Не думаю. Помнишь, это твой тезка? Он мне даже не тезка. Ну, как фамилия-то одна. Я говорю, что я его называю в одно слово. Мой даже не однофамилец. Знаешь, вот так вот. А почему? В одно слово. Ну, он же не однофамилец. Смотри, бог с ним. Или черт с ним. Лучше черт с ним. Военные эксперты говорят, что на самом деле речь идет о том, что ВСУ, получив новые противовоздушные средства, по сути дела, тренируется, как сбивать воздушные цели, которые раньше были недосягаемы. Тренируется накануне того, как пойти в наступление и обеспечить должную поддержку против вражеской авиации в ходе этого наступления. Похоже на правду? Ну, хотелось бы в это верить. Хотя Украина не подтверждает, что это наносило удары. Ну, слушай, ты полагаешь, что они сейчас должны включить... А Пригожин, если ты помнишь, выступил и сказал, что это русские сами себя сбили. Вот в это я не очень верю, честно говоря. То, что Пригожин так говорит или в том, что это так на самом деле? То, что на самом деле так, как это описывает Пригожин. Мне кажется, что... Ну, слушай, много раз говорилось, что у проблемы есть у вооруженных сил Украины. Проблема называется российская авиация истребительная, истребительно-бомбардировочная, штурмовая, боевые вертолеты, которые наносят удары по позициям по разным целям, в том числе и по позициям украинских войск, с территории Российской Федерации, причем находясь вне зоны действия украинской ПВО. Теперь мы дальше. Это первое. Второе. Мы читаем информацию, которая подтверждается как минимум из двух источников, что поступили наконец и уже стали работать. Патриоты новейшие американские, ну они не новейшие, но для вооруженных сил Украины они супер новейшие эти самые установки, которые позволяют атаковать воздушные цели на значительно большем расстоянии. И соответственно мы видим, как вдруг начинают там на российской территории падать вертолеты и самолеты. Ну ты меня в чем хочешь убедить-то? Ты стучишься в открытую дверь. Я обеими руками за то, чтобы так оно и было. Но я тебе на... Но тебя сбивает с понтолыку Пригожин, который говорит... Нет, просто я не... Это наши сами себя обстреляли, смертельно ранили себя в ногу. Ну слушай, если они сами на себя могут бросать 500 килограммовые бомбы, взлетев с аэропорта... Представь, самолет, груженный многотонными авиационными бомбами с огромным количеством взрывчатки на них взлетает, чтобы бомбить врага, при этом летит через весь свой собственный город и пока... Что само по себе удивительно, груженный на боевом задании самолет летит над мирным городом своими собственными. Хотя он мог его совершенно спокойно облететь, ему совершенно нет никакой проблемы, потерял бы секунд 30-40, наверное. Но он летит над городом и у него случайно падают две или даже три бомбы, одна из которых взрывается, нанеся серьезные повреждения и огромную воронку диаметром 30 метров. И после этого мне рассказывают, что эти люди никогда в жизни не могут случайно сбить свой самолет. Да, точно, вы в этом уверены? Убедил, убедил. Эти люди могут все. Речистый убедил. Слушай, смотри, я смотрю, новость печальная, такая неподтвержденная, но в 7.52 утра от сердечного приступа скончался Джордж Сорос. Вот так. А сколько ему лет было? Ой, ему было много. 90 с чем-то. Как ты к Соросу-то относишься, скажи честно? Я хорошо к нему отношусь, я даже был знаком с ним. не так, чтобы близко, но меня Боря с ним знаком, а Боря с ним очень дружен был. Во всяком случае, в 90-е. Сорос, по-моему, даже к нему в Нижний приезжал. Я помню, я не могу сказать, что я с ним был знаком, но я дважды брал у него интервью в разные времена и разные годы. Кстати, смешно было, он приезжал в студию в Останкино. Там, в нашей студии, я с ним разговаривал, а на следующий день мне, как сейчас помню, нужно было зачем-то в Лондон поехать. Я вхожу в самолет, сидит Сорос. Я прямо так обалдел. Я говорю, не удержался. У него, видимо, память была хорошая, он на меня среагировал, потому что знаменитые, важные люди иногда не запоминают журналист, который с ними разговаривал час назад. Тут он меня узнал, поклонился, я говорю, слушайте, а вы что, там, рейсовым самолетом обычно летаете? Он сказал, я вообще не пользуюсь за исключением крайних, крайних случаев, когда я куда-то очень срочно должен прилететь, я никогда не пользуюсь всякими этими частными дорогущими самолетами, я считаю, что это выбрасывать деньги на ветер. Ну, так. Вот. Это сильно контрастирует. Как говорится, копейка рубль бережет. Да, это сильно контрастирует со стилистикой русских олигархов. Ну, да, это был, наверное, 98-й или 99-й год, вот как-то так вот. 98-й, я думаю. Вот. И потом я у него брал интервью уже так по телефону, уже до печатной прессы, что называется, как раз когда начиналось дело Юкоса. Он старенький уже был. Я через его помощника с ним связался и сказал, что не мог бы он прокомментировать историю с арестом Ходорковского. И он, мне казалось, что он не захочет, но он неожиданно захотел и какие-то там довольно жесткие слова сказал по этому поводу. Но на самом деле я считаю, что это отдельная сложная история, там он в чем только не участвовал, но вот то, что ему удалось сделать, это по сути дело спасти российскую науку. Да, я согласен с тобой. В 90-е годы вот все его гуманитарные благословительные проекты позволили выжить хотя бы в какой-то части вот этой научно-технической интеллигенции, особенно тем, кто работали совсем в таких вот институтах, которые были чисто академическими, не имели прямого отношения к оборонке или к каким-то отраслям промышленности. Я абсолютно с тобой согласен, он, безусловно, великий человек и очень много сделал для того, чтобы Россия сохранила свой научный потенциал. И у него были еще, кстати, помимо научных культурные проекты, он и культуру поддерживал. Это правда, да. Я достаточно хорошо знаком с этой стороной его деятельности, потому что я дружил и дружу с Ниной Боис, которая была моей переводчицей, и наши книжки со Сына Ренка переводила, и другие мои книги переводила. Она была руководителем фонда Соросов в России. И я, она мне подробно рассказывала о том, чему они занимались. Это очень было важно в то время для России. И то, что из Сороса сделали некий жупел, и так далее, это очень логично со стороны ФСБ, КГБ, потому что они, конечно, на это смотрели ужасно ревниво, и все боялись, что он тем самым, как говорится, переманивает российскую науку и культурную интеллигенцию к себе туда. И даже в наше время, я помню, они без конца жаловались на то, что вот он начинает финансировать сюда, он начинает финансировать туда, вот он сейчас доберется до наших секретов, и тогда нам всем конец. Конечно, он ни в какие секреты не лез, и вообще это все полный бред. Сорос великий человек, мы должны быть ему признательны, и он очень много сделал для России и для демократии в целом. И до последнего дня, кстати говоря, он финансировал, по-моему, тот университет в Будапеште, который противостоял политике Орбана, и он очень негативно ее оценивал, и пытался ей противостоять каким-то образом, потому что Венгрия – это же его родина. Это правда. Но, судя по всему, Джордж Сорос будет жить долго, потому что уже пришло опровержение. Пока мы его с тобой вспоминали и хоронили, Алик, вот так вот. Вот Хаффингтон-Пост пишет, финансист жив, слухи о смерти Сороса могли начать распространяться после случайной публикации Рейтерс заранее написанного некрологом. Но это не отменяет то, что я сказал про него. Это правда. Это правда. Кстати, Венгрия пусть живет и дальше, так сказать, делает свое филантропическое дело. Да, кстати, я должен сказать, что он тоже очень много всего делал в Украине. Тоже очень много сделал для того, чтобы поддержать на плаву гибнущую украинскую науку, который переживал те же самые проблемы в 90-е, в начале нулевых годов. И точно так же в Украине его многие страшно не любили и до сих пор не любят. И даже вот такое обидное словечко было в последнее время, в последние годы введено в такое вот до войны, я имею в виду, в журналистский оборот более молодых политиков, которые благодаря фондам вроде Сороса получили возможность учиться за границей, получать какие-то дипломы или по крайней мере краткосрочные курсы оканчивать, совершенствовать знания английского языка и так далее и того подобное стали вот так вот пренебрежительно называть Соросятами. Да, 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 я уже слышал об этом. Слышал тоже, да? Да. На самом деле, слава Богу, что эти люди есть. Да. Вот. Ну, хорошо. Да, вот, кстати, еще приятная новость. Великобритания собирается направить в Украину более двухсот ударных беспилотников с радиусом действия более двухсот километров. Это Гардиан сообщает со ссылкой на источники в правительстве и добавляет, что сегодня премьер-министр Риши Сунак должен подтвердить поставку Великобритании еще и сотен ракет ПВО и дополнительных беспилотных авиационных систем, включая вот эти самые беспилотники. И это вот заявляют пока не названные представители британских властей. Англичанка гадит. Ой, да! Сейчас уже так не скажешь. Это выражение возникло во времена королевы Виктории, прежде всего во время Крымской войны, когда Англия по периметру противостояла экспансии российской. И тогда говорили, англичанка гадит, имея в виду королеву Викторию. Потом эта фраза очень хорошо ложилась, когда правила королева Елизавета. Ну да, а также Маргарет нету англичанки. Теперь англичанин гадит. Да, теперь англичанин, но все равно гадит. Но все равно гадит. Все равно гадит. Да, слушай, вот смотри, нам предстоит с тобой вспомнить события 95-го года и чуточку меняя порядок действий, я хочу вот вспомнить, что 9 мая того самого 1995-го года на парад победы в Москву в честь круглой тогда даты, да, было ровно 50 лет со дня окончания Второй мировой войны в Европе приехал Клинтон, приехал Мейджор, который тогда не гадил. Все приехали. Все приехали. Там почти 50 с лишним глав государств. Да, 56 глав государств, генеральный секретарь ООН Дзянь Цзинмин приехал, китайский тогдашний лидер, приехали вот, ну, тогда во главе бывших республик Советского Союза, ставших независимыми государствами были люди, которые, в общем, ассоциировались с движением за независимость этих государств. Левонтер Петросян, президент Армении, да, Оскар Акаев, какой бы он там ни был, его потом свергли, но все-таки было время, когда он воспринимался как демократический президент Кыргызстана, Шеварднадзе тогда был лидером Грузии. Жив был еще Гейдар Алиев, человек с очень непростой, скажем так, биографией. Вот. Ну, меня, честно говоря, так сказать, впечатлило не то, что приехали главы бывших советских республик, а то, что все лидеры всех ведущих западных стран приехали. Это намного более важно, по-всякому случае. Это просто я сравниваю, понимаете, это один ряд. Шеварднадзе, Алиев, Дер Петросян, а другое дело вот эти, которые прибежали вдруг по отмашке из Пекина в Москву. А вы думаете, что они приехали по отмашке из Пекина? Вот в этот раз. Мне так кажется, потому что в 23-м году официальная была информация, что будет только президент Кыргызстана, а потом вдруг сразу все появились там. И совсем, например, непонятно, что там делал туркменский лидер. Сейчас уж на руководство Туркмении никаких рычагов влияния у Кремля нет. Он полностью зависит от Китая. Если у кого-то есть рычаги давления на Туркменистан, это у Китая. И, тем не менее, он там. С чего это вдруг? Ну да. Особенно было смешно слушать в выступлении Путина, что свой вклад в победу над фашизмом и над немецким нацизмом внес Китай. Какой? Я понимаю, там борьба с японскими милитаристами. А посредовательным образом. Ну, как они помогали Гитлеру победить, я не очень понимаю. Но это многоходовочка такая. Китайцы вели войну, китайские партизаны вели войну с японцами, связывали силы Японии, Япония не могла из-за этого вступить в войну против Советского Союза, и тем самым помогала СССР достаточно подробно объяснила почему она не ввела войска, не напала на Советский Союз в 1941 году. Причем достаточно очевидно, потому что у нее был мирный договор с Советским Союзом. Поэтому война с Китайской решила воевать с Америкой и воевать на два фронта, правда? Я говорю, что Япония решила воевать с Америкой и в этой ситуации точно не собиралась воевать на два фронта. Ну, наверное, но фактором, который повлиял на то, что Япония не напала на Советский Союз, не была партизанская война с Китаем. Это точно. По-моему, это какая-то дичь. И поэтому то, что Путин, конечно, реверанс в сторону Китая делает, это очень смешно. Мне кажется, что он сам уже часть просто китайской сферы влияния. Поэтому просто вот если и было какое-то давление на того же самого Такаева, типа, езжай в Москву, то наверное, оно было каким-то таким, типа, вы, ребята, не ссольтесь, все вы наши теперь, поэтому идите и стойте на мавзолей. Что-нибудь такое могли сказать из Пекина туда в Астану, как теперь Ашхабад-то называется? Он говорит, не Ашхабад, я к стыду своему забываю все время. Но неважно. Не знаю, да. Ну, я не знаю, что я пришел сигнал. Давайте поможем Владимиру Владимировичу не выглядеть совсем в полной международной изоляции. Ну, хотя бы вы приезжайте. Ну, есть еще другая версия, почему, например, тот же Такаев приехал к Путину. У него месседж от китайского Синьцзиньпиня. Хороший повод приехать на 9 мая, чтобы не вызвать подозрений, на самом деле, так сказать, передать какие-то сообщения на тему того, что нужно заканчивать это дело с войной. И при этом не вызвать никаких вопросов, о чем это Такаев поперся в Москву. Поперся на 9 мая отмечать. То есть выступил в роли гонца? Да, но это очень естественно для него. Он же свободно говорит по-китайски, достаточно близко дружит с Синьцзиньпинем, и в этом отношении он может выступить в роли такого конфидента, который без посредников сам послушает Синьцзиньпиня, и потом на прекрасном русском языке передаст все это Путин. В этом отношении Такаев уникальная фигура, и для таких целей его используют. Тем более он международный чиновник высокого ранга, и прекрасно осведомлен о том, как все это делается, поскольку он же был зам генерального секретаря ООН, министром иностранных дел Казахстана долгое время, поэтому я думаю, что он просто идеальная фигура для посредничества на эту тему. Ну что ж, посмотрим. Вот третья версия, почему, например, такая поехала. Я не берусь судить о том, как устроено там все в Узбекистане, я думаю, похожим образом, или в Киргизстане, но в Казахстане велика доля тех людей, которые по-прежнему к 9 мая относятся с неким пиететом, и это связано с огромным количеством воспоминаний, в том числе и семейных, и прочее, прочее, прочее. И игнорировать эту часть электората в Казахстане, которая не является, так сказать, стопроцентной диктатурой, все-таки такая, как сказала бы, Шульман гибридная история. Ну, а как он, а кого он там сильно в Казахстане разозлит тем, что он съездил в Москву? Так не особо кого, а кому понравится этот визит, большому количеству людей. Почему не здесь летать? Нет, если кому-то это может и не понравиться, то только каким-то западным партнерам, которые скрывают физиономию, скажут, ну зачем, ну зачем ты такая автодоподобная? А им он сумеет объяснить, зачем? А им он сумеет объяснить, ну господа, что дипломатия. У меня весточка была. У меня весточка была. А, ну тогда да. Ну ты потом расскажешь, что вы говорили. Да, расскажу. Ну хорошо. Хорошо. 95-й год. Мы остановились как раз в прошлый раз на штурме Грозного. Да. Какие-то воспоминания на сей счет? Ой, какие у меня воспоминания. Я помню, мы уже вот надо по домой разъезжаться, как говорится, к новогодному столу и в кабинете у Чубайса мы стоим и он говорит, сейчас начинают обстреливать Грозный. И мы стоим и рассуждаем, надо, говорю, наверное, в отставку уходить. А он мне говорит, ну подождем еще, посмотрим, может быть еще все это быстро закончится и можно будет продолжать все это. Что-то в таком духе у нас был диалог с ним. Мы вдвоем с ним стояли, причем у него в кабинете свет был выключен, мы смотрели так на ночную Москву, это в Белом доме было уже. Это было по-моему 31 декабря 91-го года, 94-го года. И потом мы разъехались и начался 95-й год. Юра Шевчук про это написал песню, которая называется «Новый год в Грозном». Если захочешь, послушай, в интернете есть она. но они действительно думали, что они буквально в несколько дней возьмут Грозный, и когда там, понимаешь, ну я тебе расскажу, как я понимаю, что случилось. Там операцию разрабатывал Квашнин, он тогда был там зам начальника генерального штаба, что-то такое. И смысл операции, которую он разработал, состоял в следующем, что заходят три колонны в Грозный, с севера, с запада и с востока, а юг оставляют свободно. Они не хотели окружать чеченцев, потому что когда люди в окружении, они по замыслу российских полководцев, они дерутся очень отчаянно и будут большие жертвы с обеих сторон. То есть они как бы давали им возможность найти Они оставили открытым юг, чтобы они просто ушли в горы. И они хотели просто выдавить чеченцев из Грозного так, чтобы они на юг ушли в горы, туда в Шали, вот в эти ущелья, в старую столицу Шемиля Ведянова и так далее, туда в горы. А там уже в горах их потихоньку переловить или переубивать. Они достаточно скромно оценивали численность армии Дудаева и поэтому считали, что они выдавят в горы, а там будет такая операция по уничтожению мелких банд. И каково же было их удивление, когда они буквально в течение нескольких дней поняли, что чеченцы никуда ходить не собираются, а оставленный им коридор используют для того, чтобы вывозить раненых, подвозить свежее пополнение и боеприпасы. И что у них большие склады подготовлены в предгориях, откуда они все это прямо в Грозный возят и так далее. И что самое удивительное, они не поменяли планы, они продолжали воевать с открытым югом. То есть они наступали с трех сторон, позволяя чеченцам продолжать подпитывать свою группировку в Грозном. Поэтому штурм Грозного вместо положенных недели или даже пяти дней закончился фактически только 6 марта. И там было все подряд. Даже когда их вытеснили уже из центра, там был знаменитый бой на площади Минутка, это уже сильно на юго-восток от центра. И так далее. Поэтому последовательность была такая. Пошла группировка с с с ее все переколошматили. Пошла группировка с запада, ее все переколошматили. Вот там в районе железнодорожного вокзала их окружили и убили всех. Потом там тоже, так сказать, они вышли на помощь к этому железнодорожному вокзалу. И фактически из трех группировок эффективной, там было четыре группировки западная, северная, северо-восточная и восточная. И северо-восточная была вспомогательной. Западная, северная и восточная они все были разбиты. Причем в километре, в двух, то есть они не доехали даже до центра. Их джеченцы схерачили на подступах еще только к центру. И только вот эта вспомогательная группировка, этот армейский корпус генерала Рохлина из Волгограда, а помнишь, мы с тобой говорили про Ачалова? Это та самая часть, которую вывели из Тюрингии в Волгоград. И ее возглавлял генерал Рохлин, и вот ее, и она оказалась единственной, которая оказалась в состоянии выполнять боевые задачи. А по происхождению это ударная армия Ударная армия, которая должна была идти на Ла-Манш из Тюрингии. Я имею ввиду во времена Второй мировой или Великой Отечественной. А ее не было. Ты же говоришь, это была армия Чуйкова по происхождению. А, да, точно, это была армия Чуйкова, которая Малахов Курган защищала, Мамаев Курган защищала. Мамаев Курган, который потом превратилась в эту ударную армию Ачалова, а потом стала Волгоградским корпусом генерала Рохлина. И вот она оказалась боеспособной, единственная боеспособная часть. Она, значит, ну, нужно отдать должное Рохлину, он, конечно, был настоящий полководец, потому что он использовал обманные маневры, распространял информацию, что он пойдет так, а на самом деле шел по-другому, он рассказал, что он пойдет по этому мосту, на самом деле пошел через кладбище, ну, там длинная история. Так или иначе, он подошел к президентскому дворцу где-то уже к началу февраля, к концу января, вот, и занял, по-моему, дом правительства, вот, и оттуда можно было прямойной водкой прямо из окон, бить по президентскому дворцу, и в какой-то момент они начали уже готовиться к штурму президентского дворца, вот эти вот рохлинцы, вот, и наутро обнаружили, что чеченцы ушли из президентского дворца, не стали его оборонять, они ушли на юг и на юго-восток, и начались бои, вот, заплощадь минутка и так далее, и так далее, и Рохлин, фактически, ему уже достались вот эти подразделения от разбитых трех направлений, он полностью возглавил в единственном числе штурм Грозного, представляя всего лишь от силы четверть, от тех сил, которые были брошены на штурм Грозного, вот, и где-то к 6 февраля Грозный уже фактически был взят, и кое-где были еще бои, которые длились до 6 марта, так вот, 6 февраля, вот, но, можешь себе представить, какие настроения царили в Волгоградском этой корпусе у генерала Рохлина, по отношению к Путину, по отношению к генералам, ко всем остальным, да, вот, как они все это комментировали, и 6 или 8 февраля, я сейчас не могу, не скажу, решением самого верха корпус генерала Рохлина вместе с генералом Рохлиным, после того, как они взяли Грозный, просто вывели обратно в Волгоград, не дай Бог, они боялись, что у этих ребят перемкнет, и они пойдут на Москву, как я понимаю, потому что они, насмотревшись выдающегося руководства, и похоронив, так сказать, своих товарищей, в этом бессмысленном совершенно, так сказать, кровопролитии, настроение там было, конечно, 18-й, по-моему, этот Волгоградский корпус назовался, или 19-й, что-то такое, вот, и они вывели этот корпус, генерал Рохлин пригласили в Москву, и долго-долго его Черномырдин уговаривал, он, наконец, вышел в отставку и стал, так сказать, одним из лидеров «Наш Дом Россия», чтобы избраться в Государственную Думу, но это отдельная история, что потом с Рохлиным происходило, вот, а корпус этот остался в Волгограде и уже дальше в войне не участвовал. В этот момент, наконец, до хитромудрых российских генералов дошло, что надо закрывать юг, была создана южная группировка во главе с генералом Трошевым, и тогда Грозный перешел, наконец, под контроль российских войск, уже окончательно, и началась вторая фаза войны, когда они начали двигаться в горы и там пытаться эти группировки купировать. Там они первая, так сказать, крепость, с которой они столкнулись, с которой они так и не смогли взять, только на следующий год, летом 96-го года им удалось это взять, это сделал этот десантник, который сейчас депутат от Госдумы, как его зовут, ну сумасшедший, у которого Гуданов, а? Шаманов. Шаманов, да, Шаманов в 96-м году взял, а до этого не могли взять Бамут, он стоит у входа в ущелье, еще на равнине, но вот в предгорьях, и там была база ракетных войск стратегического назначения, и там огромное количество всяких бетонных подвалов, ходов, каких-то шахт, и прочее, прочее, и вот там чеченцы закрепились, и не давали пройти в ущелье, и там год их осаждали, год, и только через год Шаманов взял это, и поэтому в это ущелье они уйти не могли, потом восточнее там было ущелье Нашалина, Ведяной, и так далее, там несколько ущельей, и вот в эти ущелья они заходили, пытались их окружить, вот, и по-моему Шамиль Басаев сидел в Ведяно, там где Шамиль сидел, и вот где-то к апрелю российские войска вышли параллельно в соседнее ущелье, где отведено с востока, и хотели перевалить хребет и сверху спуститься на Ведяно, где сидел Шамиль Басаев с основной группой войск. Но нужно заметить, что с самого начала штурма всей военной операции руководил Ислан Масхадов. Вот, он был, оказался очень талантливым полководцем, он был полковник советской армии, но, оказывается, так сказать, учился лучше многих генералов. Вот, поэтому он очень грамотно выставил и оборону Грозного, и всю вот эту операцию. Вот, и в момент, когда российские войска должны были перевалить этот хребет и обрушиться на Ведяно, где сидела основная группировка чеченских войск, или это было Шали, не помню, но какое-то вот горное селение большое, в котором были эти войска, уже туда, на юг, в горы. В это время Ельцин говорит, остановить боевые действия. Ко мне сейчас приедут лидеры стран на празднование 50-летия Победы, и все они говорят, что если будут эти боевые действия, они не приедут. А для меня это очень важно, и поэтому, условно говоря, до 15 мая никаких боевых действий. Но представь, сообщение для армии о том, что никаких боевых действий. Но они, так сказать, вынуждены были остановиться. Паша Грачев там, конечно, на стены кидался. По пьяной лавочке кричал, что дайте мне этого Ельцина, я сейчас его застрелю. И так или иначе ее армию остановили. Чеченцы, естественно, перегруппировались и так далее, и так далее. Ну и Ельцин отпраздновал свой День Победы. Даже два парада сделал. Один парад у него был на Красной площади, другой парад на Поклонной горе. Он же в этот момент открыли и этот комплекс мемориальный на Поклонной горе. И там тоже был парад. Все было очень красиво, очень... На Красной площади был как бы исторический парад, да? Да, да, да. современный парад с участием там современной боевой техники и так далее. Это все было. Ну, я так понимаю, что у Ельцина была идея вообще этот военный парад потом перенести на Поклонную гору, а с Красной площадью закрыть вопрос. Но у Путина на этот счет было другое мнение и он вернул это все обратно. Вот. Что еще? Но ведь страна жила не только... Потом можно просто сразу сказать, что, прости, самое-то главное было, что прошло чуть больше месяца после этих торжеств 9 мая и случился Буденновск. 14 июня началась история с Буденновском. И фактически они таки вошли в это ведено и чеченцы вынуждены были рассредоточиться. Потому что организованного сопротивления они указать уже не могли и они спорадические такие стычки партизанские войны вели. Но у них координация сохранилась и вот я уж не помню числа точно, но где-то... 2 июня началась. 14 июня. Это спецоперация чеченских боевиков. Там была следующая история. Подожди, не торопись. Я тебе расскажу последовательно. Дело в том, что вот это вот заигрывание Ельцина перед западными лидерами и перед, прежде всего, Клинтоном и остановка для них боевых действий и все прочее, она же тоже не на пустом месте взялась. Дело в том, что где-то к середине января Черномырдин и Чубайс сумели объяснить Ельцину, переговорив предварительно с военными, что то, куда мы влезли, это совсем не то, куда мы хотели влезть. Это ровно повторение той же истории, как в три дня Киев. Понимаешь, да? Но напомню тебе, что Путин в три дня Киев захотел с жиру, поскольку у него, так сказать, уже закрома лопались от денег, а у Ельцина денег не было. Я еще раз тебе напомню, масштаб бедствия, дело в том, что нынешний бюджет это по доходам примерно 500 миллиардов долларов в год. А тогдашний бюджет был в 10 раз меньше, 50 миллиардов долларов в год. Если не собрать. Да. И вести в этих условиях войну, которая не запланирована в бюджете. Вот это вот нужно объяснять всем подряд. Это ну как бы отдельное, так сказать, удовольствие. Понимаешь? Вот. Это ужасно, это дико, это глупо, это бессмысленно, и это невозможно остановить. ни Чубайс, ни Черномырдин, никто не в состоянии были это осудно видеть. Но при этом нужны были деньги. Чубайс, Черномырдин начали обаять Камдисю, МВФ, чтобы он выделил деньги, дал кредиты и так далее, и так далее. Камдисю говорил, окей, выделили там какие-то деньги, причем не маленькие, что там 10 или больше, миллиардов долларов, чуть ли не по миллиарду в месяц на 95-й год. Но, говорит Камдисю, у меня будут сидеть специальные мои люди и каждый цент отслеживать, куда он пошел. И мы не дадим потратить ни доллара на войну. Как хотите, так и воюйте. Хотите, заканчивайте. И, соответственно, нужно было, ну, денег вообще ни на что не хватало. Поэтому разговор не мог бы вестись в том духе, что вот мы эти деньги потратим на мирные цели, а тогда те, которые планировали потратить на мирные, потратим на войну. Уже свои. Понимаешь, да? Потому что те, которые нужно было потратить на мирные, их не было. Были только деньги Камдисю и больше никаких. Понимаешь? Вот. Эти красные директора налогов не платили. Они, наоборот, осаждали, ходили приемные Черномырдина и Ельцина и рассказывали, что у них огромная социальная сфера, на них, так сказать, города висят, дом культуры, пионерлагеря, профилактория, дома отдыха. И им нужно, так сказать, льгот деньги давать и льготы налогов и прочее, прочее. Тогда фискальная система работала из рукон плохо еще, налоги собирать не умели, они без конца пробивали через Ельцина себе всевозможные взаимозачеты. И казна была пустая, ну просто от слова совсем, как теперь можно модно выражаться. И вот эти деньги Комдисю, которые он выделил, это было большое, конечно, подспорье, но этих денег едва-едва хватало закрыться по невоенным позициям. А на войну денег не было. Конечно, частично можно было вести войну из запасов советской армии, но ГСМа не было, а зарплаты военным не было, покупать боеприпасы не было. То есть можно было доставать сохранение технику, тогда ее еще было много, но это и все. Поэтому текущие расходы все равно были нужны. И поэтому мы очень серьезно зависели в то время от финансирования международных финансовых организаций и от прямых кредитов со стороны той же самой Америки. И поэтому Ельцин не мог себе позволить разругаться с Клинтоном или с Европой или с международными финансовыми организациями. Поэтому все эти пляски вокруг Клинтона и были сделаны. И 9 мая преследовала целью показать, что мы союзники, Гитлера победили, 50 лет, парад, мы молодцы, а вы попросили, мы войну остановили. Это было не от хорошей жизни. Это не потому, что Ельцин сильно был такой прозападный политик и предавал интересы России и так далее. Это просто была вынужденная история. И после того, как возобновились боевые действия 15 мая, Ельцин почти сразу уехал на саммит СНГ. И там он вот этот знаменитый эпизод с игрой ложками на лысине Акаевого. Помнишь, да, эту историю? Акаевский. То есть наш красавец приехал в Минск, а это в Минске происходило. Так и ушел в астрал. И там он чудил как мог. Поскольку видимо нервное напряжение, он снять хотел после всего этого краковяка, который он плясал перед Клинтоном и всеми западниками. Он сел со своими пацанами и немножко расслабился. Там он три или четыре дня ураганил. Потом приехал в Сочи и к нему прилетел Кучман. И там они еще неделю ураганили. И уже где-то 10-11 июня ему надо было лететь в Галифакс на первый раз навстречу G7 в качестве члена. Он еще тогда не был полноценным членом. Это первый был саммит, где была уже как бы восьмерка. Она уже почти восьмерка была. И он в таком состоянии полетел в Галифакс. А буквально накануне он еще никуда не улетел. Уже Басаев изведено, вышел, прошел всю Чечню, которая якобы контролируется блокпостами, сел в грузовики где-то на границе с Дагестаном и спокойненько 300 километров до Буденновска по России уже не по Чечне проехал, минуя каждый блокпост с тремя или двумя грузовиками доверху забитыми автоматчиками своими. В полной экипировке с гранатами, с полным боекомплектом, с пулеметами и они приехали в Буденновск. Они приехали в Буденновск и уже у Буденновска их таки остановил блокпост и попросил открыть машину. И тогда они поняли, что дело плохо, они сказали, что это груз 200, что они никому не будут его открывать, что это кощунство, любоваться трупами. Они говорят, ну тогда пожалуйста в РОВД вот во дворик заедьте, мы сейчас вместе посмотрим. Они заехали во дворик и начали выпрыгивать и уже началась вот эта теракт. Они атаковали РОВД, взяли в плен по-моему милиционеров, потом пошли к центру, к горсовету, там собрали огромную толпу, чуть ли не тысячи человек, взяли ее в заложники и пошли в роддом, в больницу. В больницу, ну там и роддом, водильное отделение было. И вот захватив больницу, к вечеру они начали объявлять свои требования о том, что вот, мол, значит, выводите войска из Чечни, мир, независимость и прочее, прочее. Ну весь этот перечень условий. А в это время ельцы, ну все это доложили. Он сказал, ну там разбирайтесь, сел в самолетик и улетел в Галифакс. Вот. И потом он, значит, три-четыре дня, пока там этот Галифакс шел, он ни во что не вмешивался, занимался вот этими, так называем, международными делами. Есть хинохроника, я ее с удовольствием посмотрел, как он там в Галифаксе развлекается. И я могу тебе сказать, что он там был бухой, конечно, в дым. Вот. Опять эти, так сказать, храбрые заявления такие резкие, заигрывания с прессой, обнимания, целования с Клинтоном, который, так сказать, шарахался уже от него. А тем временем, значит, все силовики собрались в Буденовске с твердым решением штурмовать гостиницу. Не гостиницу. Ой, больницу. Больницу. Да. С твердым намерением штурмовать больницу. И, значит, вот они штурмовали ее раз, штурмовали ее два, ничего у них не вышло. Вот. Шквальный огонь и закон, а вместо себя они ставили, соответственно, больных роженец в окна. И из-под них стреляли. А эти махали простынями и говорили, не стреляйте. Вот. Таким макаром, конечно, больницу было не взять. И в какой-то момент там уже десантировались депутаты Госдумы и Сергей Адамович Ковалев по собственной инициативе пошел разговаривать с Басаевым. Вот. И уже тогда Черномырдин понял, что силовики ничего не смогут сделать. И они сами не знают, что делать. Никаких команд от начальства не поступает. И надо брать в руки свои руководства всей этой операции. А у Черномырдин звонит силовикам, они говорят, отвали Христа ради. Значит, ты нам не начальник, у нас есть начальник. Покуда его нету, мы действуем, так сказать, в соответствии с собственными инструкциями. А собственные инструкции говорят о том, что нужно террористов уничтожить. Точка. И разговаривать бессмысленно. Новая Конституция создала такую ситуацию, которая все очутились. Президент отключился, а премьера они не слушают. А вице-президента нет. И Черномырдин тогда понял, что единственные люди, на которых он может опереться, это депутаты во главе с Сергеем Адамовичем Ковалевым. Он с ним быстренько наладил контакты, они, буквально трубка к трубке, просидели чуть ли не два дня. В конечном итоге на каком-то этапе Черномырдин уже сам с Басаевым вел переговоры. Знаешь, эти знаменитые. Ты, наверное, лучше меня. Еще один важный момент. Вот Виктор Степанович, уж не знаю, сам ли подсказали ему, может быть, Сергей Адамович его на эту мысль навел, но ведь самое главное было то, что вот эти разговоры с Басаевым стали транслировать по всем телеканалам в прямом эфире. И тем самым он взял инициативу на себя, потому что вся страна видела, как Черномырдин договаривается с Басаевым о спасении этих промызаложников, в том числе рожениц. И тут уже силовикам делать было что-либо свое трудно после этого, когда было видно, что премьер-министр рискуя всем. Ну да, Черномырдин, конечно. Нет, вот в этом и есть уникальность ЧВСа, которая, я думаю, что нужно просто проговорить, хотя бы сейчас задним числом, что он, не задумываясь ради пользы дела и для спасения людей, ставил на кон свою репутацию. Он вообще о ней не думал в этот момент. Для него это была такая ерунда по сравнению с тем, что он может спасти людей, что он, не задумываясь, ставил ее, так сказать, на кон. Да говорите про меня, что хотите потом. Я спас людей, живых людей, они живут, так далее, а могли бы быть мертвы. И что после этого черномырдинская репутация? Думал он про себя, понимаешь? И вот это то, чего нынешние, так сказать, политики, да и тогдашние его современники никогда ни в жизни не могли понять. Они же говорили, он же себя уничтожает, что он делает? А ответ простой, он спасает людей. А он стал героем. А вот стал ли? Вот у меня он стал героем, у тебя он стал героем? Стал, безусловно, и очень многих людей стал. нечего было с ним цацкаться. А погибло еще больше в результате, говорят они. Если бы это тогда они, так сказать, расстреляли эту банду Басаева, пускай бы, так сказать, с ней вместе погибли еще там тысяча невинных людей, тогда бы война закончилась. И погибло бы. Наивный взгляд, война закончилась. Это говорят человеки, все до единого. Тот же Куликов, он через раз в интервью говорит эту версию. Черномырдина до сих пор помнят, да? А кто помнит Куликова? Никто. Вот тебе и ответ, мне так кажется. Потому что вот это вот знаменитый Шамиль Басаев, ты меня слышишь? Да, да. То, что вся страна видела, да? Это навсегда в истории останется, да? И все увидели, что это очень человечный человек. Но я могу тебе сказать, что именно тогда Ельцин своим вот этим зверинной интуицией понял, что это конкурент. Да, да, конечно. Конечно. Именно в этот момент. Что этот человек по харизме ему точно не проигрывают. И это я понял, по моим наблюдениям это понял не только Ельцин, это поняли и вот все эти ребята вокруг, которые его кучковались. С одной стороны там сосковец Коржаков-Барсуков, с другой стороны вот все эти Тани, Вали и компания. И те и другие тогда начали собственно вот мне кажется там заложены вот эти вот корни. Оттуда растут вот корни этой нелюбви, которая в итоге закончилась тем, что в марте уже относительно далекого от нашего разговора 68-го года Черномырдина отправили в отставку. 98-го. 98-го, конечно, я оговорился. 98-го года. Ну, в этом же 95-м году, о котором мы сейчас с тобой говорим, Черномырдин и дал повод для того, чтобы вот эта вот часть ельцинского окружения, которую ты называешь Таня Валя, а там же еще и Борис Абрамович был с этой стороны. Да, конечно. А они уже не любили бы Черномырдина по вполне понятным причинам. Потому что там началась борьба за СИБ нефть, о которой мы поговорим более подробно. Вот. Ну, вот этот вот сюжет с Бюденовском, он вот такой. А потом приехал Ельцин, Черномырдин ему доложил ситуацию, и Ельцин сразу отправил в отставку Степашина, Егорова, этого министра национальности, и Ерина, министра внутренних дел. Ну, вообще они подали в отставку, ты вспомни, что игроков подали в отставку. Если бы они не подали в отставку, Ельцин бы их уволил. Ну, это же такое дело. Вот. Ну, все-таки справедливости разе, это был единственный случай, когда было публично заявлено о том, что все силовики, включая вот это вот министра Егорова, подают в отставку. Ну, может быть, но я, откровенно говоря, так сказать, у меня в памяти осталось то, что Ельцин, в общем, занял позицию Черномырдина в этом конфликте. Так казалось летом. Так казалось летом. Потому что в январе 96-го года, ты знаешь, что случилось ровно наоборот. Он отправил, забегая вперед, скажу, в отставку Козырева, он отправил в отставку Чубайса, и он отправил в отставку Филатова, руководителя администрации. Руководителем администрации назначил Егорова, которого отправил в отставку полгода. За полгода до этого, да. Он назначил, соответственно, министра иностранных дел товарища Примакова вместо Козырева, явно обозначив антиамериканский тренд в своей внешней политике. Потому что Примаков олицетворял совершенно определенное направление. Будучи директором службы внешней разведки, сесть в кресло министра иностранных дел, это яркое обозначение своих политических намерений на внешнеполитической арене. И, соответственно, уволил Чубайса, сказав, ну, это, как говорится, по результатам думских выборов. как он в 94-м году отказался от услуг Гайдара, потому что Гайдар, по его мнению, так сказать, проиграл думские выборы, так и он отказался в январе 1996-го года от услуг Чубайса, потому что, по мнению Ельцина, именно из-за Чубайса наш Дом России показал такой слабый результат. На самом деле весь 95-й год, это я очень хорошо помню, был годом, когда выдавливали Козырева из-за Министерства иностранных сил. Да, да, да. И это делалось совершенно очевидно с подачи Примаков. Не только. Примаков имел колоссальное влияние в МИДе на чиновников старой закалки и на начальников департаментов и так далее, и так далее. Ну, так сказать, и в силу своего старого, так сказать, позиционирования, и в силу того, что служба внешнего разведки всегда боку робок с МИДом ходит. И он, конечно, так сказать, вбрасывал там... Козырева травили, формально Козырева травили не за то, что он проводит проамериканскую политику. Его постоянно, Ельцин, кстати говоря, постоянно кастерил за то, что тот не защищает права русскоязычного населения в Прибалтике. Да, кстати, в 95-м году Козырев из-за этого он мне потом рассказывал в личном разговоре, я думаю, что уже сейчас можно смело об этом сказать, что его фактически заставили тогда весной выступить с резким заявлением в поддержку вот этих самых русскоязычных общин. У него был выбор либо уйти в отставку, либо все-таки продолжать пытаться делать, что он делал. Там, кстати, был еще один очень интересный эпизод с Козыревым. Неожиданно мне приходит где-то, наверное, в конце января, в начале февраля приглашение на завтрак в особняк МИДа. Ну, такие мероприятия проводились, я ничего особенного не усмотрел. особенное оказалось, когда я туда в этот вот особняк на бывшей улице Алексея Толстого, я забыл, как она потом стала называться, вот в этот дворец бывшей Савы Морозова приезжаю, и оказывается, что на завтраке только я один, Козырев и я. И Андрей Владимирович мне сказал, что вот позвал вас специально для того, чтобы сказать вам, вы все правильно делаете в вашей редакционной политике, что касается освещения событий в Чечне, и на мою поддержку и на поддержку моих единомышленников в правительстве можете рассчитывать. Вот, собственно, завтрак был ради того, чтобы передать месседж, что ребята, вы не одни, потому что поначалу, когда мы стали тогда освещать войну так, как она была, ну, сразу из Кремля и из окружения там сосковца и компании сразу раздались громы и молнии и крики, что вот сейчас мы вас закроем, лицензию вас отберем, а вот ой, да у вас и лицензии-то нету, господи, вообще сейчас закроем, надо тогда сказать, что очень мужественно еще один человек поступил, это покойный Александр Николаевич Яковлев, который тогда как раз возглавил федеральную комиссию по телевидению и радиовещанию, такой вот лицензирующий орган, он взял и выписал нам лицензию, подождите, а что это такое, что за непорядок, что у меня в стране есть телекомпания, у которой нет лицензии, непорядок, ну-ка там сейчас мы вам лицензию оформим, и там на него тоже посыпались громы и молнии, но он сказал, ребят, подождите, вы в таком тоне с бывшим членом политбюро, пожалуйста, не разговаривайте, не забывайте о том, что я в прошлом член политбюро ЦК КПСС, а вы даже до кандидатов не дотянули, но это отдельная история, а надо, наверное, сказать, что в итоге-то Борис Николаевич не поддержал наш дом Россия, правда? Ну, мы до этого дойдем, я надеюсь, мы же еще только в лете 95-го года находимся, а летом 95-го года. Пора уже в зиму уходить, пора уже в зиму уходить. Подожди, подожди, тут еще до зимы, ого, я тебе могу сказать, что сразу после отставки Ерина и всех силовиков у Бориса Николаевича случился инфаркт. О, да, один из двух. Это было, ну, подожди, значит, во-первых, сколько инфарктов у Ельцина было, история об этом умалчивает, и существует по меньшей мере несколько версий. Версия Коржакова состоит в том, что первый его инфаркт случился вот тогда в Шиноне, когда он не смог выйти к ирландскому премьеру, что он там квасил-квасил и доквасился до такого состояния, что не смог выйти, потому что у него случился инфаркт. Вот, но документально подтвержденный первый инфаркт был после Буденовска, который Борис Николаевич, в общем-то, в котором он не участвовал, но начиная с конца мая и до фактически конца июня, он, так сказать, был в таком пограничном состоянии. Видимо, у него действительно сердце было плохо, поскольку, ну, все-таки, действительно, стресс колоссальный, война и так далее, и так далее, плюс алкоголь, все это вместе, а увольнение силовиков, ну, видимо, стоило ему тоже каких-то определенных душевных усилий, и кончилось это инфарктом, причем достаточно тяжелым. В июле месяце, там даже, по-моему, точное число имеется, 10-го, 10-го июля. во второй половине июля его свалил инфаркт, и он, в общем-то, вернулся к более-менее нормальной деятельности только в первых числах сентября. А до этого его график, если посмотреть, состоит в выпуске указов о награждении почетными званиями дояров и прочих разных механизаторов. Вот. Почему я это хорошо помню, потому что я где-то начинает с февраля месяца, я точно не помню, или с марта, я помню большое совещание у Черномырдина, то ли это заседание правительства было, то ли еще одно, скорее всего, заседание правительства было, на котором Черномырдин, не, было, до этого было совещание у Черномырдина, на котором Черномырдин поставил задачу всем предлагать, где взять денег на войну. Ну, я, там, формулировка была немножко другая, но все, кто на этом совещании были, а там были, соответственно, все, кто может вообще хоть что-то давать, мы, таможня, Минфин, там, вот, грузовое имущество, и так далее, ну, все, кто может что-то дать. Вот, и вице-премьеры, прежде всего, конечно, Сосковец был и Чубайс. И тогда все начали готовить какие-то предложения, где взять денег. Чубайс сказал, вот, давайте с КМДСю будем разговаривать, таможенники сказали, что давайте мы попросим Бориса Николаевича отменить льготы для Национального фонда спорта и для церкви. Вот, на что, так сказать, получили кукиш с маслом. Борис Николаевич сказал, что даже не подходите ко мне с этим вопросом. Ну, вернее, в конце концов, как раз в этом самом девяносто пятом году таки убедил Ельцина отменить Львову. Нет, 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 их отменили только в девяносто седьмом году. Вот это уже новое правительство молодых реформаторов. В девяносто седьмом только? Да, ты что, он не дал их отменить. И ни церкви, ни национальному фонду спорта. Ну, слушай, я просто хорошо помню, что... Да, я знаю, был указ о том, что он отменяет их, и на следующий день вышел новый указ о том, что он их снова обводит. Нет, я про другое. Я сейчас не настаиваю на дате, но я просто очень хорошо помню интервью с Чубайсом, которое я брал у него для документального фильма про Ельцина. Вот, я спросил Чубайса, какой у вас был самый сложный разговор с Ельциным за всю вашу с ним совместную историю работы? Когда вы убеждали его не подписывать указы, там, вот, касавшиеся попытки, там, отменить выборы, ввести президентское правление на два года, история отдельная, впереди. Нет, он сказал, самый сложный разговор, сказал Анатолий Борис, был у меня с Ельциным, когда я убеждал его отменить льготы Национальному фонду спорта. Да, и я могу тебе сказать, что эта борьба Чубайса с Ельциным, она не была одномониментной, она длилась с 95-го по 97-й год, и окончательно все льготы были отменены только весной 97-го года. Окей. Там Ельцин приотменял их, потом, значит, вдруг неожиданно появлялся новый указ, где он их частично вводит, потом оказалось, что не частично, а полностью, потом опять отменяет, потом опять вводит. Там это длинная история была, и реальная, начинать нормальный сбор акцизов по водке и табаку начался только в 97-м году. И это одна из главных заслуг того самого правительства молодых реформаторов, которое было сформировано в марте 97-го года, к которому мы вернемся, когда придем, когда очередь дойдет до 97-го года. Но пока, значит, вот это совещание было такое, было понятно, что льготы не отменяемы пока, МВФ вот так, как договорились, так договорились, и нужны новые, и тогда сосковец сказал, «А вот мы готовим с банкирами вам предложение». Вот, значит, я хочу, чтобы вы послушали, есть такой молодой, так сказать, энергичный парень, Володя Потанин, он руководитель, значит, владелец аннексии банка, который занимается обслуживанием внешнеторговых операций, сам внешнеторговец, серьезный молодой парень, вот послушайте, у них есть предложение. И было заседание правительства, на котором, так сказать, дали слово Потанину, и Потанин предложил, соответственно, сказать, что он готов организовать некий консорциум банков, который, в свою очередь, даст кредиты под залог акций предприятий, и этих кредитов будет достаточно, чтобы профинансировать, как тогда говорили, дефицит бюджета. Понятно, о чем шла речь, но тогда использовали вот этот дефиниризм, потому что никакого дефицита бюджета, конечно, невозможно было профинансировать из банковского капитала, он был слишком огромен, но речь шла о живом кэше, который нужно было потратить на войну. Черномырдин, конечно, теперь я задним числом это понимаю, он это открыто не говорил, но по полуфразам теперь я понимаю, он, конечно, надеялся, что он сможет войну остановить и прекратить, и тогда вообще ничего не понадобится. И последний вот этот свой бой на остановку войны, он, конечно, предпринял во время Буденовска, потому что он ввел переговоры с Басаевым, и он же все подписал Черномырдин, потому что войска выводятся, войну заканчиваем и так далее, и так далее. Помнишь, там это было же соглашение между чеченцами и русскими, подписанное Черномырдином. По-моему, 30 или 31 июня было подписано в прошлом мире между Россией и Чечнёй. То есть, фактически, этот самый Хасавюрд, который случился годом позже, мог случиться в июле 95-го. Да. Вот. И с той стороны, по-моему, его подписал Масхадов. И Масхадов из Черномырдин искренне верили, что они остановили войну. Потому что весь август боевых действий практически не шло, так спорадически были какие-то столкновения. И они изо всех сил оба, и с той стороны, и с этой стороны, они собирались, они сдерживали войну. И на самом деле им это почти удалось, если бы не теракт против генерала Романова. Так точно. Вот. Это был, когда вместо Ерина назначили Куликова министра внутренних дел, соответственно, его зам по командованию внутренних войск генерал Романов стал командующим внутренними войсками. И одновременно руководил всей вот этой вот компанией. Ну, как бы там было две одновременно шли операции. Одна военная операция, которую ввели военные армии, это в горах, они ловили чеченцев, а вся вот эта остальная часть, уже как бы освобожденная от чеченцев, часть контролировалась внутренними войсками. И вот эту часть войны вел генерал Романов, который, так сказать, зачистки проводил и так далее, и так далее. А еще весной, в апреле, по-моему, был знаменитый эпизод с деревней Самашкин. О, да. Печальный эпизод, прямо скажем. Ну, трагедия. И там долго, чтобы не терять время, я просто скажу, что там российские войска въехали в деревню, думая, что там боевики, никаких боевиков не оказалось, но они все равно всю деревню расстреляли и всех мирных жителей почти угробили. Там был реальный такой геноцид, самый натуральный. Вот операция в духе, так сказать, операции Чечевицы 44-го года, когда, так сказать, войска въехали. Несколько сот потом было найдено мертвых тел. Да, там ужас был. они, слушай, там их послушать, там с обоих сторон, так сказать, такие рассказы, они говорят, мы просто въехали в деревню и при въезде в деревню первый же наш танк взорвался на мине. Этого чеченцы установили мину и тогда у нас же планка упала и мы тут поехали ковшить все подряд. Вот. Но, слушай, так или иначе, чеченцы объявили Романову, что они его все равно убьют за самашки. И вот осенью он, значит, ехал на какие-то переговоры очередные с Масхадовым, как раз, по-моему, или еще с кем-то, я не помню. Вот. И действительно там должны были какие-то более масштабные урегулирования быть. Я не помню, это было в октябре или ноябре. Или, может быть, в конце сентября. Что-то такое. Ну, короче, осенью уже. Вот. И в это время прилетел в Грозный из Булатов. А там база, я не знаю, ты знаешь, как Грозный устроен? Я-то в свое время поездил по нему, когда Хасавюрт мы делали. Там Ханкала, она находится на востоке Грозного. А аэропорт северный находится, соответственно, на севере. И вот в аэропорт ты садишься, а для того, чтобы проехать свою базу, там другой дороги нет, нужно ехать через центр все время. Такой вот, как бы сначала едешь на запад, потом на север. Вот. И он, Романов, поехал, соответственно, перед тем, как встретиться с Масхадовым, он решил встретиться с Хасбулатовым и с ним поехать на переговоры с Масхадовым, потому что у него были основания считать, что Хасбулатов поможет ему в этих переговорах. И он обязательно хотел с Хасбулатовым встретиться до переговоров. Не, ну Хасбулатов тоже в инициативном порядке вдруг предложил с вами в качестве посредника. Непонятно, почему, да. Но, слушай, может быть, он действительно искренне хотел помочь. Он был чеченец, все-таки, давай не будем всплывать. У него был какой-то вес, наверное, в Чечне, я просто не берусь судить. И Романов, значит, подъезжая к центру, проезжал под мостом каким-то путепроводом. Около площади минутка это было, я точно помню. бомбу. И это вот в момент проезда его кортежа взорвалась бомба и всех, кроме Романова, убило. А Романов получил тяжелую черепно-мозговую травму и до сих пор насосится в таком пограничном состоянии. Вот. Он так и не пришел в себя. Типа, как сейчас Михаил Шумахер находится. Вот в таком состоянии находится генерал Романов. Вот. И с этого момента уже, конечно, никаких мирных переговоров и не было и речи, возобновились боевые действия фактически с прежней силы. Вот. А Ельцин тем временем, значит, в сентябре начал потихоньку активничать, действовать и так далее, и так далее. Вот. А мы после этого знаменитого выступления Потанина в марте была создана рабочая группа. в которую я входил, в которую входил Потанин, там чины из Минфина, из ФСБ, из многих других, так сказать, ведомств. И мы должны были, и Руслан Орехов, помнишь такого Руслана Орехова? Да, конечно, это был начальник главного правового управления администрации президента. Да, да, да. И вот мы должны были наваять что-то по предложениям Потанина. И наваялись вот эти вот самые залоговые аукционы. Что мы, значит, проводим аукционы, то не по продаже акций, а по передаче их в залог, и тот, кто предложит, так сказать, нам большую сумму, тот и получит в залог эти акции, а если мы через какое-то время не сможем вернуть эти кредиты, то он должен будет эти залоги продать и погасить свой кредит из этих средств. Вот. И этот пакет с документами уже разработанный и всеми согласованный лег на стол Ельцина чуть ли не в начале июня. Ня. Вот. То есть еще до Буденовска, получается? Еще до Буденовска. Еще до Буденовска. Я тебе могу сказать, что я, да, потому что я летом где-то в июле уже после Буденовска ушел в отпуск и я вернулся из отпуска, а указ так и не был подписан. А положили мы ему на подпись еще до того, как я ушел. То есть он ушел в начале июня ему на стол уже всеми завязированный, включая Левшица. Вот. И его там переделывали. Там огромное количество. Если интересно, я могу рассказать там какими он всякими обрастал дополнениями и улучшениями и ухудшениями. Это отдельная история, о которой я, кстати говоря, написал в книжке про Ельцин. Но сейчас у нас просто не так много времени, чтобы его рассказывать. Он, конечно, вышел таким достаточно уродливым, но так или иначе он лежал на столе у Ельцина до конца августа. А это самое главное. Дело в том, что когда ты какой-то серьезный актив продаешь, или вот как в данном случае закладываешь, хочешь получить много денег, у твоего визави на рынке, у того, кто будет давать эти деньги, не должно быть ощущения, что у тебя цитноты, понимаешь? Потому что если он знает, что тебе вот так позарезно нужны деньги, и у тебя цитноты, то он даст тебе минимум. Потому что ты их все равно возьмешь. Потому что иначе у тебя дедлайн подходит. Понимаешь, да? Поэтому чем раньше бы мы начали эти залоги... Понятные правила торговли. Конечно. И чем раньше бы мы начали эту торговлю, тем больше бы у нас было ресурсов для торговли. И поэтому эти три летних месяца, которые профукали, они, конечно, были критические. Но сначала Борис Николаевич веселился, потом поехал в Галифакс, потом значит он с инфарктом лечился. И к концу августа он подписал соответственно указы залога аукционов, и у нас на все про все осталось соответственно четыре месяца. Для того, чтобы все это организовать, все нормативные документы... Даже меньше, потому что первые аукционы были в середине ноября. Это да, но дело в том, что для того, чтобы провести аукцион, ты в соответствии с Гражданским кодексом должен его за месяц объявить. Соответственно понимаешь, первые проведенные в октябре означали, что мы их объявили в ноябре, означали, что мы их объявили в октябре. Мы не могли быстрее это сделать. Ну и соответственно организационная вся подготовка за сентябрь, ну то есть был цепнот жуткий. И все, кто участвовал в этих аукционах, они все прекрасно понимали, что у правительства цепнот. А отменить мы их не могли, потому что какой-то умник, я даже предполагаю какой, написал о том, что эти аукционы могут быть проведены только в 1905 году. В 1906 их уже нельзя проводить. И кто же это был этот умник? Ну, слушай, он уже умер, и я не хочу на него пальцем показывать. Окей. Я тебе потом конфиденциально скажу, кто это был. Вот. Но так или иначе, он это делал, конечно, не со зла. Мысль, которую он вкладывал в эту историю, состояла в том, что не надо, чтобы залоговые аукционы заходили в период, когда начнется уже президентская кампания. А, понятно. То есть, логика была такая, что, а не дай бог, не дай бог, что пойдет не так, и потом это будет использовано против Бориса Николаевича. Или против того, тогда еще не было ясно, что Борис Николаевич пойдет. Ну, против нашего кандидата. Ну, да, тем более, что в октябре у него был второй информация. Это мы сейчас к этому подходим. Вот. С залоговыми аукционами мы дошли, Джерри Ельцин наконец подписал указ. И параллельно развивалась другая история, которую многие путают. А параллельно история была следующая, что уже вовсю начал работать ОРТ. И там в феврале, если ты помнишь, Борис Николаевич так круто заложил руль в ОРТ, что он отказался вообще от рекламы. Вот. Чтобы, как говорится, апдейт сделать, такое обновление всего этого рекламного рынка и так далее, и так далее. И это хронологически совпало с убийством Влада Листьева. Да. И многие эти вещи связаны. И вот мне хотелось бы в данном случае послушать тебя, потому что у меня никаких версий на этот счет нет. Ну, я категорически не согласен с широко распространенной версией, что Влад Листьев был убит из-за того, что он принял решение отказаться от рекламы, заморозить все рекламные контракты и их обнулить. Это не он принял решение, это все знают. В том-то и дело, в том-то и дело, что Влад Листьев таки был назначен генеральным директором вновь созданного общественного российского телевидения ОРТ, но все мы отлично знали, и это знали все на рынке абсолютно, и в том числе те люди, фамилии которых там в разных версиях фигурируют. Ты имеешь виду Лисовского? Там не только Лисовский был, но Лисовского там очень часто любят называть. Сергей Лисовский прекрасно знал, что это решение принимал Березовский вместе с Бадри Патаркадшвили. Патаркадшвили, совершенно. И в данном случае с Владом Лисовским это даже не обсуждалось. Ему сказали, вот решение, озвучь, пожалуйста. Там, по-моему, даже было так, что Влад назначен был, условно говоря, сегодня, а убили его там послезавтра. За это время ничего существенного принять было просто невозможно. все финансовые и экономические вопросы решал специально назначенный, у него, по-моему, даже соответствующая должность была, то ли зам генерального, то ли исполнительный директор Бадри Патаркадшвили. Да, совершенно. Поэтому моя версия, что это совершенно параллельная отдельная история, что убийство Листьева могло произойти по двум причинам. Одна причина, о которой мы просто не догадываемся, что это было просто чистое совпадение, что это была какая-то другая разборка, возможно, личная, кто-то ему за что-то мстил, и просто это совпало с теми перетурбациями, которые происходили на рынке. И вторая версия, что это была головоломная такая политическая комбинация с целью попытаться спровоцировать некий политический кризис. Потому что действительно, ты вспомни, какие толпы народу выстроились с Костанкина, это было просто невероятное паломничество. Тут же появился Борис Николаевич на церемонии прощания, который сразу же сказал, что во всем виноват Лужков. Лужков тогда сказал, ну мы люди понятливые, раз такое дело, то я готов попасть в отставку. Ну, а потом там что-то такое сломалось. В принципе, ведь весь конец 1994 года, вся осень и начало зимы, декабрь, и начало потом 1995 года, это тоже была попытка загнать Лужкова, как бы нам к нему не относились. в угол, его очень не любили в Кремле, чувствовали, что у него есть амбиции и хотели от него избавиться. И мне кажется, что вот причина где-то там. Не спроста сразу попытались перевести на него стрелки. Что вот мэр Москвы довел ситуацию до того, что у нас всенародно любимых ведущих там на улице убивают. Ну да, ну да. Ну да. Ну, Лужков, скажем так, не герой моего романа. Поэтому я, конечно, уверен в том, что он никакого отношения к убийству Листьева не имел, потому что никакого смысла ему в этом, никакого интереса, я, во всяком случае, его не вижу. Но то, что Лужкова не любили в Кремле, я могу тебе сказать, не знаешь, как Кремль, но то, что его не любили в правительстве, это абсолютно точно. Его нигде не любили тогда ни в Кремле, ни в правительстве, но я просто хочу... Там была масса, масса причин для этого, и когда мы дойдем до этого, я тебе потом расскажу, почему мы, скажем так, считали Лужкова как явление достаточно вредным для страны. Там эпизод с госпожей Батуриной был отнюдь не самым главным во всей этой перечне, хотя он очень характерен для Юрия Михайловича. Смотри, вот что было важно, у нас есть документальное свидетельство, которое, к сожалению, давно забыто, но вот это была видеозапись, которую вскоре после убийства Листьева записали на камеру Березовский и Ирэну Лисневскую, помнишь Ирэну Лисневскую, которая была обидным деятелем телевидения 90-х годов, начало нулевых, которая была основательницей, главой РЕН-ТВ, в то время РЕН-ТВ еще не существовало как вещательный канал, это была просто производственная продюсерская фирма, но достаточно крупная, у нее были близкие тогда отношения с Наиной Иосифовной, у нее был, можно сказать, доступ к семье в то время, в силу каких-то там дружеских отношений, которые у нее были с женой Ельцина, и вот они на пару, Ирэна Стефановна не любит это вспоминать, но это факт, развел ее Борис Абрамович на то, чтобы они записали вот обращение, смысл которого состоит в том, что вот мы создаем ОРТ, а есть люди, которые не хотят создания ОРТ, вот такого пропрезидентского канала, который вот именно так задуман, вот, и за всем этим стоит Лужков, и за всем этим стоит группа МОСТ вместе с Гусинским, и все это они придумали. Вот оно в чем дело. Вот. И эта пленочка была потом в виде расшифровки в, ну, кто называется, в приложениях книги этого самого Пола Хлебникова про серого кардинала Кремля. Как ты помнишь, эта книжка была там аккуратно там составлена из разного рода документов, явно слитых покойному Хлебникову Коржаковым и компании. А я дружил с Хлебниковым. Достаточно близко. Он был такой довольно... Он был... Вот. Вот. Я не был с ним близко знаком, но он на меня всегда производил впечатление человека, который, ну, совсем не разбирается, не особенно хочет разбираться в том, что в действительности в политике и в жизни происходит, и охотно проглатывал там любые версии. Но вот что-то дальше потом случилось... Те, которые ложились в его концепцию. Ну, которые ложились в его концепцию, так тоже можно сказать. Но факт тот, что дальше что-то не заладилось, вот что-то не так пошло. То ли показали Борису Николаевичу эту пленку, а ему не понравилось, и он почувствовал, что это что-то такое... А может быть и не показали, может быть, Коржаков, который должен был эту пленочку Ельцину показать по каким-то своим соображениям, решил, что он ее придержит. Ну, во всяком случае, ясно, что она потом к Хлебникову попала именно от Коржакова. В общем, что-то там не сложилось, и Лужков в отставку не ушел. И потом стали очень активно, я думаю, что это не случайно, что вот следствие стало, тогда уже генпрокурором был Скуратов, человек, который, в общем, достаточно близко в связке работал с Коржаковым, они стали вот очень настойчиво расследовать именно вот версию про причастность Сергея Лисовского к убийству Влада Мистера. в соответствии, все равно ничем закончилось. Ну, вот, ты меня спросил, я тебе ответил, как мог. Но, так или иначе, с этого момента начался этот мораторий на продажу рекламы, который продлился, по-моему, где-то до начала мая. Потом они начали уже совершенно по-другому продавать рекламу, и, как говорится, когда они увидели уже вполне ясную бухгалтерию по доходам, они прослезились. Оказалось, что дыра в бюджете ОРТ значительно больше, чем ту, которую Борис Абрамович мог себе позволить по финансированию. То есть, он видел это как? Он видел как? Вот есть Гусинский, который сделал НТВ, который, так сказать, в совокупности с другими бизнесами помогает ему зарабатывать деньги. Ну вот. Я сейчас мы оставим в стороне, так сказать, бизнес-модель Гусинского, мы ее подробнее рассмотрим, когда дойдем до, так сказать, соответствующих эпизодов. Например, в 97-м году. А Березовский хотел такую же точно модель построить, но он был готов немножко в его представление вкладываться в телевидение, чтобы получать дивиденды в виде там влияния, связей, зависимости и так далее, и так далее, и на этом построить какой-то свой бизнес. Но когда он увидел, какая это дыра и сколько это стоит денег, он понял, что никакими связями, влиянием, позиционированием он эти деньги не отобьет. Понимаешь, да? И он тогда начал проповедовать в президентском клубе, прежде всего через Юмашева и Коржакова идею о том, что неплохо было бы ему дать какую-нибудь нефтяную компанию, из доходов которой он бы финансировал УРТ. И вот тогда УРТ бы заждышало полной грудью, будучи дофинансированным и так далее, и так далее. И к президентским выборам было бы готово поддержать Бориса Николаевича так, что он выиграет выбор. Вот. И тогда в окружении у Березовского появился Роман Аркадьевич Абрамович, который пришел к нему с идеей Сибнефти. А Сибнефть это компания, которой не существовало. И в этом была принципиальная особенность. Дело в том, что ныне покойный министр топлива и энергетики Лопухин, о котором мы говорили, когда мы говорили о 1992 году, он создал конструкцию вертикально интегрированных нефтяных компаний, которую полностью разделял Черномырль, будущим министром топлива и энергетики. Она была создана вместе с ним, кстати. И эта концепция четко определяла вот есть Лукою, вот есть Юкос, вот там есть другие компании, там Тюменская нефтяная компания и прочее, прочее. А есть государство, и вот эти компании мы приватизируем. А есть Роснефть, это государственная нефтяная компания, которая является неким таким демпфером, который продолжает государство контролировать, чтобы быть частью рынка и в случае каких-то флуктуаций, каких-то неопределенностей и так далее использовать государственный ресурс для того, чтобы такого рода колебания рынка компенсировать. И ключевым предприятием этой Роснефти, государственной неподлежащей приватизации, было нефтедавающее предприятие Ноябрск нефтегаз. И Омский самый новый нефтеперерегонный завод, нефтеперерабатывающий завод. Понимаешь, да? Ключевое добывающее предприятие, ключевое нефтеперерабатывающее предприятие. Самое лучшее, самое новое, с самыми свежими месторождениями и так далее. Да, кстати, если мне память не изменяет, там и очень качественная нефть с высоким содержанием легких фракций. В отличие от большей части нефти, которая добывается в России. Добыча в том же самом западно-сибирском месторождении, там та же самая нефть может быть другого качества, но не принципиально. Дело не в этом. Дело в том, что там свежее новое месторождение, хорошее, богатое, легко извлекаемое, хороший, новый, недавно построенный нефтеперегонный завод. И это ключевое предприятие государственное, не подлежащее приватизации. И это решение было принято и всеми подписано. И вот приходит Борис Абрамович и говорит, а давайте мы из Роснефти вынем Ноябрьск и Омск и создадим отдельную компанию и ее продадим. И вот приходится этой идеей к черному родину. А он говорит, а что тогда у Роснефти останется? А он говорит, а меня это не интересует. Он говорит, а как же вот эта вся политика, которая лопухина, это же не я, лопухин, ваши либералы придумали, что вот Демпфер, компенсация, какое-то государственную часть. А меня это не интересует, давайте вот эту компанию создадим, я ее куплю. Черномыль говорит, ну, что тебе сказать, я против. Он говорит, ну, ты против, а я за. И началась вот эта толкотня, Черномыль включил все, что можно было включить. Но Борис Абрамович его передавил, Коржаков занес, соответственно, проект указа Ельцину, Ельцин его подписал, и Сибнефть была создана. И вот тогда начался первый конфликт между Березовским и Черномырдином. Потому что Березовский не мог простить Черномырдину, а Черномырдин Березовскому. Вот то, что вся вот эта концепция, которую несколько лет разрабатывали по приватизации и функционированию нефтяной промышленности, она вся в один раз была развалена. И Роснефть потом превратилась в такую достаточно слабенькую компанию, которую потом Сечин дополнил Юкосом, как ты понимаешь. В специфической свойственной ему манере. Потому что без этого она была просто обречена, она не могла функционировать. Ну фактически не было добычи, там два ведра они добывали в разных местах там какие-то так сказать живопульки у него. И вот это важный момент, чтобы мы понимали откуда истоки конфликта Бориса Брамовича и Виктора Степановича. Ну короче в ноябре декабре эти самые аукционы состоялись. Да. Я тебя просто пытаюсь ускорить подталкивая к концу. Послушай, но там еще к концу далеко, там еще второй инфаркт Ельцина, подожди. И выборы в Госдуму в декабре. Там много чего. Я просто хочу тебе следующее сказать. 95-й год настолько полон событиями, причем знаковыми, последствия которых мы расширяем даже сейчас, что уместить это ни в два, ни в три часа невозможно. Поэтому я предлагаю сейчас прерваться и следующую нашу передачу, следующие выходные продолжить тоже в 95-м году. Ну, в принципе, да, потому что о сути проведенных аукционов... Я хочу на эту тему подробно поговорить. Я тоже хочу, потому что мы с тобой говорили, что есть отдельные товарищи, чрезвычайно нынче известные и популярные, которые тиражируют совершенно ложные представления, совершенно историческую информацию о том, что это были заукционованы, сколько их было. Дело в том, что... Кто в них участвовал? Да, это мы все подробно... И я, более того, я тебя прошу быть въедливым, ехидным и задавать как можно больше вопросов, чтобы я тебе на них ответил. Вот одень на себя, так сказать, шкуру, я не знаю, какого-нибудь жуткого ненавистника 90-х и раскопай во мне какой-то, так сказать, задний, третий, десятый план, который, так сказать, кроет этот гнойник коррупции и прочее, прочее. И с дальней полки чулана достаю бутылку, на которой, пыльную такую бутылку, на которой написано эликсир красно-коричневой заразы. Да, да, да. Сразу там не разбавляя ничем. Ну, понятие, что дело. Дело в том, что я тебе еще раз говорю, вот 95-й год, это может быть даже более важный год, чем 96-й для России. В нем случилось много всякого важного. Это и штурм Грозного, это и Буденновский теракт, это и два инфаркта Ельцина, и выборы в Госдуму, которые, так сказать, коммунисты фактически выиграли, и так далее, и так далее, и так далее. И там были залоговые аукционы. Залоговые аукционы, в моем представлении, я не знаю, как в твоем, это 12 предприятий, во многих из которых продавалось по 5, 10% акций, даже не продавалось, а закладывалось. Но это такой эпизод, который я бы, так сказать, вообще не... Но усилиями, так сказать, наших медиа, прежде всего путинских, вокруг 95-го года и вокруг 90-х создана такая аура, что люди не помнят ничего, даже люди, которые думают, что они демократы и либералы. И первое, что им приходило, они говорят, залоговые аукционы. Хотя по сравнению с тем же самым терактом в Буденновске или штурмом Грозного, это такая ерунда, такая чушь, что даже вот говорить не стоит. Я просто говорю, я на одной весьма престижной закрытой конференции в Великобритании, уже когда это шло дело ЮКС, это уже было, наверное, 2004-2005 год, я с одним таким вот английским либералом спорил так, что голос, кажется, посадил, рассказывая ему ровно вот это, что, послушайте, это абсолютно пропагандистский миф, штамп про вот эти страшные залоговые аукционы, которые породили вот этих вот якобы страшных олигархов, которые присвоили себе все активы, которые вообще существовали когда-либо в бывшем Советском Союзе, что это такой бред, такая чушь, настолько несоответствующая действительности, что огромное количество государственной собственности вообще так и никогда не было приватизировано. А огромное было приватизировано другим способом. Огромное было приватизировано другим способом. И более того, 90% было приватизировано другим способом. И досталось это совсем другим людям, некоторых из которых мы даже до сих пор не знаем по фамилии. То есть фамилии где-то в разных реестрах. Случилось то, что случилось. Поэтому я предлагаю сейчас этот вопрос не комкать, а все годные сесть и всю осень от возвращения от первого инфаркта Бориса Николаевича до провальных выборов 95-го года в Госдуму подробно разобрать, потому что они стоят того. Да. И я парочку своих телевизионных, в том числе про Виктора Степановича, связанных вот с этими самыми выборами, тоже с удовольствием расскажу. Окей. Хорошо, значит, следующий наш разговор будем не про 90-го сентября, а будем начинать с 1-го сентября 95-го, потому что слишком важный действительно был год. Ну что, извините, что сегодня так долго получилось, но было интересно. Вот я надеюсь, что вы нас за этот долгий разговор не возненавидите. Алик, спасибо огромное. До свидания. И всем желаю всего самого хорошего и до следующей встречи. Да, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!